Друзья, сегодня в 21.30 на канале ТНТ состоится финал уникального шоу. Итак, внимание, мы говорим про шоу «Открытый микрофон», и в связи с этим у нас в гостях замечательная девушка, участница шоу «Стендап» и наставник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ Юлия Ахмедова. Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте. Юля, но ты же не одна. Да, сразу. Ты со спутником. Я впервые пришла куда-то вечером с молодым человеком в этом году, хорошо, что по 1 год. Это Артем Винокур, он финалист шоу «Открытый микрофон», и сегодня будет бороться за победу. Артем, привет, привет, дорогие наши гости. Итак, давайте мы для тех, кто вдруг в стране не знает, что это за проект «Открытый микрофон», на всякий случай его презентуем. Юль, тебе слово. Да, это проект, где молодые комики с нашей страны сражаются за право попасть в основной состав проекта «Стендап», где, собственно, например, я участвую. И это 4 месяца, да, Артем, поддержи меня, продолжалось. Да, я буду поддакивать. Молодец, правильно, с наставником так и нужно. Артем из моей, кстати, команды. Кто бы сомневался. Да, он единственный, кто согласился прийти. Да. Ты помнишь, что ты поддакиваешь? В общем, в 20.30 мы будем более юмористичны, веселы и будет больше смеха. А сейчас просто нервы не к черту. Да, я вот пользуюсь моим случаем передам привет всем, кто сейчас стоит в этих адских пробках. Желаю вам терпения и любви к ближнему. Я считаю, что вообще мы все должны сплотиться перед лицом общего врага, поэтому не нервничайте. Я вот сегодня купила мандарины и раздавала всем соседям по пробке. Но это было весело первые полтора часа. А ты, я купила, ты там же, в пробке. Это было весело первые полтора часа. Да, да, а остальные полтора часа уже я присоединилась к тем, кто ненавидел все, что происходит вокруг. Но в целом скоро Новый год. Да, и еще мы все-таки вернемся к нашей основной теме для встречи. Это открытый микрофон на ТНТ. Слушайте, ну вот расскажите мне, пожалуйста, сколько все-таки комиков в нашей стране, сколько из них хотят стать великими, знаменитыми комиками, которые попали на телевизор. И сколько людей, которые думают, что они комики, точно так же хотят попасть в телевизор и самые крутые проекты? Ну, те, кто думают, наверное, каждый второй. А те, кто приехал и хотел принять участие, это фестиваль у нас сначала проходит. И в этом году, по-моему, около 700 человек приняло в нем участие. И в итоге 80 попадают в этот конкурс открытого микрофона, в отборочные туры. Финальная пулька такая, да? Да, и в финале остается всего 8 человек по 2 от каждой команды. 8 сильнейших. А ты злой наставник или добрый? Я не очень хорошо понимаю, как можно тренировать юморить? Тренировать чувство юмора? Я бы не сказала, что мы кого-то тренируем. Но наставник, это что? Что входит в твои обязанности? У меня главный принцип «не навреди». Вот если нужен мой совет, я его дам. Потому что творчество, ну, вещь очень субъективная. И то, что работает для тебя, не будет работать для другого. С другой стороны, Юлия, вот мне кажется, всегда, когда ты видишь, мне кажется, ты уже сразу распознаешь, толковый или не толковый участник перед тобой. Или нет? Или были случаи, когда ты ошибался, и вдруг человек через какое-то только время открывался? Нет, ну, учитывая, что в первом сезоне все-таки победил человек из моей команды, мне кажется... Что я вижу сразу. Да, у меня есть какая-то такая инстинкция. Ты прям как Александр Градский в голосе. Монополизировала победу. Артем Винокур. Артем Винокур, да. Артем, про тебя пишешь, что твой троюродный дедушка Владимир Винокур. Это правда? Наверное, да. А, ты будешь все-таки поддайкивать. Мне не обязательно поддайкивать, мне можно отвечать по-другому. Короче, это двоюродный брат моего дедушки родного. Ну, близкий родственник, понятно. Расскажи историю, как... Понятно. Ну, расскажи, как ты однажды позвонил и сказал, что ты хочешь заниматься юмором. Да, я был на КМД Баттле. Это можно так говорить? Есть такой проект. Мы в курсе, об этом можно говорить пока. Короче, да, я был на этом проекте, и я там выступал с монологом про него. Ну, типа там прикольчики всякие. Вот, и я решил позвонить ему. Типа сказать... Винокуру? Да, да. Мне дедушка скинул его номер, я позвонил, это был очень странный диалог. Максимально странный. Я позвонил, он мне скинул, я позвонил, ему говорю, это Артем. Он такой, какой? Логично. Да, я такой, ааа... Двоюродный внук. Я говорю, от Вити, от Вити. А, да, и вот секунды три паузы, я такой, а, ну, надо что-то дальше говорить. Я ему рассказал, что я буду... Короче, и он мне где-то минут 20, наверное, убеждал. Ну, там мне говорил, да не надо заниматься комедией. Занимайся стоматологией. Чем ты он занимаешь? Стоматологией. Вот, занимайся стоматологией. Чем-нибудь полезным. Ну, и я, а я думал, меня поддержит. Ну, и вот так получилось. Может, он просто не хотел конкуренции? Абсолютно. Двух винахуров на... Боливар не выдержит двоих, это совершенно очевидно. Юль, расскажи, пожалуйста, откуда приезжают ребята? Это, наверное, со всей страны, да? Со всей страны, и кроме того, у нас, например, был в первом сезоне комик из Лондона, в этом сезоне был откуда-то из Африки. Извини, из Лондона он по-английски? Он говорит по-русски с сильным акцентом, и как раз его юмор построен на разности менталитетов российского и английского. Слушай, ну, а приезжают люди, у которых уже какая-то есть профессия, в основном студенты, или что? Какая картинка вообще, что понятно? Состав вообще разноплановый, начинается со всех молодых, которые вот только-только... С 17 лет у нас была девочка-участница, а старшей там 47 лет было. И уже, ну, то есть все возрасты покорные, не знаю, в любой момент можно купить себе микрофон и начать заниматься стендапом. Слушай, а кто из наставников самый критичный, самый требовательный, самый неподступный, и которого сложно растромашить? Ну, я думаю, Руслан Белый получил такое, как это сказать, звание самого строгого наставника. Ну, я его знаю давно, и он в душе очень бедный. 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 Можно сказать, добрый, добрый, наивный такой он, дедушка уже. Слушай, ну, сейчас нас слушает вся страна. И, безусловно, в этой же стране как раз и у ребят, у девчат самого разного возраста созревает эта идея. Эх, вот поеду я. Вот ты мне скажи, прежде чем они рванут, ты бы что им посоветовала сделать? На что себя проверить? Что оценить? Что взвесить? Чтобы, ну, может быть, чтобы кто-то просто зря не мотался? Я советую всем одно. Если вы решили заниматься стендапом, напишите что-то. Найдите в вашем городе открытый микрофон, любой в баре. Если у вас нет, организуйте его и проверьте то, что вы хотите показать на живой публике. А у вас только все, все кастинги, они все проходят вживую. То есть видео не принимаются? Стендап, к сожалению, он либо работает на зрителей, либо нет. Зрители единственные критерии. Она именно живая, живая реакция и живое выступление здесь и сейчас. Но некоторые комики, конечно, снимают свои выступления в барах, где видно, как они это делают, и видна реакция зрителей. И в исключительно каких-то случаях мы можем рассмотреть и видеть. То есть такое видео, допустим, с Дальнего Востока откуда-то еще? Да, 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 да. Кто-то нам пишет, нет денег или чего-то такого. Ты видишь, что талантливый парень, и, конечно, он приглашается, прилетает в Москву. И вы сами из своего кармана оплачиваете проезд. Некоторым даже снимаем квартиры в Москве, люди, в которых есть уверенность. Что? Во! Ты уже вылетел вообще по всем категориям проведет. Куда я вылетел? Я молодой начинающий. А тебе квартиру в Москве нужно помочь? Что-то мне поскажут, что у тебя уже есть. Слушайте, нам сейчас нужно ненадолго прерваться, я только один, что скажу. Артем, а ты будешь только поддакивать, или у тебя есть, например, возможность сейчас? У нас тоже, в общем-то, вполне себе открытый микрофон. Да, короче, все правильно. Надо идти на открытый микрофон и проверять свой материал. Не-не-не, я про другое говорю. У нас тоже микрофон открытый. Ты, может быть, задвинешь что-нибудь у нас в эфире? А, историю какую-то? Да. Только чуть попозже. У нас сейчас мы прервемся на лайв-чат. А как раз у тебя есть несколько минут. Договорились? Юль, не возражаешь, как наставник разрешаешь? Я, наоборот, только поддерживаю молодую караванину. Лишняя тренировка, да? А сейчас лайв-чат. Морселки лайв! Лайв-чат! Спонсор ООО «Гиперглобус», сеть гипермаркетов «Глобус», огромный ассортимент товаров, продукции собственного производства и ресторан. Каждую неделю новые акции и спецпредложения. 8 гипермаркетов Московской области. Подробности на глобус.ру. У нас в гостях Юлия Ахмедова, единственная девушка в жюри проекта «Открытый микрофон» на ТНТ, участница шоу «Стендап». Юль, мы сегодня... У нас такая тема интересная в лайв-чате. Дед Мороз, понятно, персонаж любимый, легендарный. Добрый по определению. Но еще и анекдотичный, само собой. И вот тут просто сегодня его оскорбили. Оскорбили при том голландские журналисты, которые, может быть, они, конечно, сказали правду, но почему-то, когда эту правду говорят голландцы, это немножечко неприятно. Сказали, что у нас вообще старый развратник, что он пьет, к Снегурочке пристает, валяется под елком и так далее и тому подобное. Так, пока все правильно. Вот. Когда буржуи об этом говорят, им хочется сказать, смотрите на вашего Санта-Клауса. Просто мне кажется, большая часть и в КВН каких-то номеров, и вообще номеров... Они все основаны на том, что Дед Мороз пьянется. Но мы сегодня связываем с экспертами, например, с статусными компаниями, которые занимаются Дедом Морозом, у них там договора включено даже, что... Наживаются на дети, да? Что нет, да. Что у них Дед Мороз даже, например, если он даже курит в обычной жизни, он не имеет права за сутки до приезда на точку, на выезд, он не имеет права даже курить. Поэтому желающие бросить курить, идут к Деду Морозу. Ну, это прям как перед операцией, да? Вот. Аж о том, чтобы там выпить, это все, это вылетает человек сразу же. Но, тем не менее, на наш призыв написать какие-нибудь истории про плохого Деда Мороза наши слушатели откликнулись. Например, пишет человек под названием... Вернее, под именем Миротворец из Кисловодска. Самый плохой Дед Мороз буду я. Вот в этот 31 декабря. Костюм есть, подарок приготовил кучу, а что говорить, что делать, не знаю. Караул. А, хорошо. А вот Евгений из Москвы пишет, пускай эти голландцы не трогают нашего Дедушку Мороза, он самый лучший и замечательный. Голландцы пусть про своего Санту пишут, который употребляет в них там непонятно ничего и ходит потом с узкими глазами и непонятным смехом. Это Евгений из Москвы написал. Юля, у тебя... Как тонко. На вскидку не будет никаких историй про Дедушку Мороза? Какого своего негативного опыта? Да, ехала, слушала вас, вспоминала. У меня единственная история, даже не знаю, насколько юмористичная. Мне лет 6 было, и мама с папой ушли отмечать Новый год, и сильно долго мне рассказывали, что если кто-то придет, ни в коем случае незнакомым людям дверь не открывай. И как сейчас я понимаю, папа где-то переоделся в Дед Мороза, пришел через 15 минут, стучал в дверь, я посмотрел в глазок и сказал, мне сказали никому не открывать. Он говорил, ну я Дедушка Мороз. Я говорю, мне сказали никому не открывать. И пока он мне сказал, это я... Ну и в итоге он себя рассекретил, и мы его пустили. Я не знаю, вот у меня у дочери я рассказывал эту историю, конечно, не особо про Деда Мороза, когда мы уезжали, куда-то она была маленькая, и уходили, по-моему, к бабушке отмечать Деда Мороза в Новый год. Ну, соответственно, была открыта форточка, не сильно. Было сказано, что вот форточку нельзя закрывать, Дед Мороз придет. Она посмотрела так на дверь и говорит, надо побольше открыть. Я говорю, а зачем? Ну, я думаю, что мешок, наверное, понесет. Говорит, так он же со снегуркой полезет. Друзья, итак, лайфчат у нас сегодня еще получит свое продолжение, так что плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать, ватсап, вайбер и смс пишите. Живое вечернее и открытое шоу, открытое для гостей, тем более для таких, как Юлия Ахмедова, участница шоу Стендап и наставник шоу Открытый микрофон на ТНТ. Юля пришла не одна, и я думаю, она сейчас в очередной раз представит своего подопечного. Да, 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 да. Сейчас для вас будет вещать финалист шоу Открытый микрофон из моей команды, как известно, это команда победителей, Артем Винокур. Артем? Да, очень будет смешно, если это будет не смешно. Да, ну давай попробуй. Артем, мы поддержим тебя. Мы можем смеяться в не смешных местах. Вы понимаете, что это не повлияет никак, что вы не будете поддерживать. Но мы циники известные, надо тебе сказать сразу. Да, да, я поэтому не буду на вас смотреть. Артем, чем больше интрига, тем потом сложнее будет. Ничего, я выпрыгну какие-то. Смотрите, я, короче, сейчас ходите по другому центру, да? Конечно. Я, короче, ну я не знаю, сколько вам здесь платят, может, у вас недостаточно денег. Ой, извините, я думал, что это будет смешно. Простите, пожалуйста. Короче, я недавно заходил, покупал футболку вот эту, ну вот, зашел в примерочную, я понял, ну разделся, я понял, что ничего так не мотивирует заняться спортом, как примерочная. Вы видели вообще? Я стою на себя, смотрю, что это за урод вообще? И продавец-консультант, он стоял за швырами, такой, типа, молодой человек, вам что-то принести? Я на себя в зеркало смотрю, говорю, брата, неси гантели, сейчас будем качаться, что-то делать. И видели, вот в примерочных вот такая, видите, людей, вот такая щелочка осталась, ну вот такая, вот где-то вот такая. Он стоит ее, дубашит, вообще никто его не увидел, чтобы случайно люди проходили. Я говорю, была бы сейчас у людей возможность, они бы держали полотенце, понимаете, вот так вот. Это я, я вот так, я постоянно буду дубасть, серьезно, была бы у меня возможность, я бы еще герметиком прошелся бы, знаете, чтобы вообще никто ничего не заметил. Серьезно говорю, короче, примерочное стрёмное место, но в плане там стыдно. Типа, если бы еще кто-то заходил, вообще было бы стрёмно, понимаете. И самое ужасное, что случалось, я, короче, снимал свои джинсы, и оттуда посыпалась мелочь. И самое обидное, что я знал, что там четко 11,50. И 5 рублей закатилось в другую примерочную, а там был человек, и я ногой стал доставать оттуда со словами, это мое. Через минуту прикатилось еще 5 рублей, это тоже твое. 15,50, я ушел в плюсе, ребят. Для математиков я рубль где-то просрал. Все, спасибо. Артем Ленокур, твой парень, отлично. В смысле, мой парень в плане... Нормально, все, запротоколировано. Юля, у нас не так много времени остается, очень хочется узнать еще про Новый год на ТНТ. У нас была возможность, мы на прошлой неделе, по-моему, говорили, про новогодние программы, но у вас там опять не без стендапа, не без... Не без камеди. Да, у нас традиционный уже на ТНТ будет новогодняя ночь камеди, камеди-караоке, где все проекты, даже наши, самые вообще не поющие, не музыкальные, будут исполнять разные веселые песни. Мы тоже про себя думали, потому что мы не поющие. Там даже будут гости звездные. В общем, в этом году прям очень весело. Ты поешь? Все работают на контрасте. Я, к счастью, нет. У нас есть мальчики, которые более-менее хотя бы попадают в ноты, потому что я ужасно пою. Я никогда не пела в караоке, потому что просто я... Я боюсь за судьбу караоке, в которой... Да, да, да. Ты знаешь, мы тоже с Гордеевым в караоке не ходим, но тем не менее убеждают друг друга, что мы поем. Да, я слушала, вы поете. Отлично. Слушай, но это прямо вся ночь будет для людей, которые любят послушать стендапы, которые любят посмеяться, то есть, но плюс разбавлены песнями, да, чтобы же не изменять традицию. Мне кажется, если вам хоть что-то нравится на ТНТ, вы можете включить этой ночью эти люди из этого там сериала, шоу, что угодно, они будут там. То есть, это такая больше даже встреча людей, встреча друзей, где все собираются там выпить шампанского, попеть какие-то песни популярные. Я думаю, всем будет интересно и поющим, и не поющим. Начинается перед Новым годом или сразу после того, как пробьет 12? Нет, по-моему, в 23.00. Президент на ТНТ говорит? Да, в этом году, да. Да, это премьер. Прерываться. Я надеюсь, он подготовится, да, к этому. Отдельно, при том, да. Юмор какой-то там будет присутствовать. Свой стендап на Красной площади? Я надеюсь, да, что это было бы круто, представляете, в преддверии выборов, я думаю, это вообще было бы гениально. Ну, в принципе, Американский же президент читал стендап, я думаю, наш вообще не хуже будет. Наш будет лучше, в смысле, я хотела сказать. Да-да-да, ты думала, ты подумала. Я неправильно сформулировала. Это Юлия Ахмедова, участница шоу стендап, наставник шоу открытого микрофона и Артем Винокур, участник открытого микрофона, финалист открытого микрофона. Друзья, всем удачи, всех наступающего Нового года, спасибо огромное, что пришли в гости. С наступающим, всех наступающим, пока-пока. Пока.